Уже в первые минуты матча хоккейный клуб «Торпеда» захватил инициативу и отправил шайбу в ворота Сыровчан. Весь второй период хозяева льда пытались отыграться, но соперник жестко держал оборону, не уступая при этом и в нападении. Торпедовцы смогли отправить в наши ворота еще одну шайбу, на перерыв команды ушли со счетом 0-2. Игра никуда очень плохая, плохо наша играет, просто очень плохо. Передачи? Нет передачи. Защита, проваливается вратарь, две шайбы провалил. Никакой борьбы, нет таких бросков, нет таких передач, чтобы где-то наши ребята играли с душой. Что-то есть, но ни одной комбинации хорошей, ничего. В первый период еще было что-то видно, а сейчас действительно играли. В начале третьего периода саровские спортсмены атаковали ворота гостей и забили первую шайбу, получив в ответ еще одну. В надежде спасти матч в конце третьего игрового отрезка, наши хоккеисты бросают силы на атаку и снимают вратаря. В результате Усть-Каменогорская торпеда загоняет шайбу в пустые ворота. Итог матча 1-4. Сегодня у обеих команд четвертая игра через день, это наложилось, конечно. Ну, половина команды играла неплохо, а часть команды выпала. Выездная серия для торпедовцев оказалась не совсем удачной. Три поражения и только одна победа. Но это не сильно отразилось на турнирной таблице высшей хоккейной лиги. Выиграв у наших спортсменов, хоккеисты закрепились на 15-й строчке, тем самым став ближе к выходу в плей-офф. Хотелось бы поздравить болельщиков с победой. Радует, что достучались до ребят. Сегодня увидели команду, которая должна играть в свой хоккей. Парни тоже с победой выполнили установку на 100%. Едем домой. Спасибо. Следующую встречу хоккейный клуб «Саров» проведет на выезде 8 февраля. Наши спортсмены скрестят клюшкой с альметьевским нефтяником. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Служба новостей «Саров-24».